Всем привет! Мы находимся на фестивале «Русская крепость» в музее-заповеднике «Крепость Карелла» город Приозерск Ленинградской губернии. Хотелось бы рассказать о том, где мы находимся. Конкретно крепость Карелла – это очень-очень-очень старое место, потому что люди здесь жили как минимум с 8 века. Может быть, не конкретно на этом месте, но в окрестностях. Хотя и здесь поселение было. Естественно, поселение было финское, финно-угорское. Собственно, народ Кареллы и дали название этому месту. Ну, конечно, эта идиллия долго продолжаться не могла, потому что этот регион активно осваивался, с одной стороны, шведами, с другой стороны – Русью. Ну, и Русь пришла сюда на долгой, постоянной основе в 13 веке, построив, собственно, здесь крепость. Крепость. Это было очень удобное место, потому что вот сейчас, где мы находимся, где мы сейчас сидим, на самом деле это озеро было. Озеро Вокса. И сама крепость находилась на острове. Что, согласитесь, даёт массу преимуществ. Потому что одно дело идти штурмовать крепость пешком, а совсем другое дело – плыть на лодочке, которая может перевернуться и утопить весь творческий коллектив. Потому что творческий коллектив-то в железных доспехах. Не больно ты покупаешься. Специально этого места не осушали. Просто в своё время Вокса из-за очень неудачных гидротехнических мероприятий при Александре Третьем сильно обмелело. И, собственно, остров перестал быть таковым. Мы теперь поэтому можем проводить фестиваль удобно на суше. Но в XIII веке крепость была построена, и она стала одной из сети крепостей, которыми господин Великий Новгород, а это была новгородская земля, водская пятина, прикрывал себя с запада и с северо-запада. Собственно, такими же крепостями точно, мы знаем, стали Изборск, Порхов, да и Псков, к большому счёту, как в своё время город-спутник Новгорода выполнял те же самые функции. Младший брат Новгорода. И Карелла стала одним из таких замков. Средние века – это время, когда не было вообще понятия линий фронта во время войны, потому что армии были крайне малочисленны, и коллектив 300 человек в доспехах – это уже была серьёзная, очень серьёзная сила, которая в основном и оперировала на полях боя того времени. Редко собиралось больше, там несколько тысяч человек – это большая редкость. Так вот, при условии абсолютно прозрачной границы и отсутствии линий фронта во время боевых действий, все боевые операции строились на точках обеспечения, которые могли концентрировать припасы, которые контролировали подъездные пути, которые контролировали логистику и были укреплены. То есть, вся война шла вокруг фортификации. И шведы, как, собственно говоря, и немцы, как, собственно говоря, и рыцарские ордена, они осуществляли экспансию в том числе и в данном регионе с опорой на крепости. То есть, это было не генеральное сражение, в котором разбивалась армия, например, местных финнов или литовцев или эстонцев, неважно. Потому что такой возможности просто не было – организовать генеральное сражение и уже в духе нового времени уничтожить боевую силу противника, потом занять территорию. Нет. Во-первых, всегда строилось укрепление. И потом с опорой на эту базу происходил захват и контроль территории. Крепость при этом из древо-земляного сооружения постепенно обшивалась камнем и превращалась уже в мощную долговременную фортификацию. Этим занимались немцы, этим занималась и Русь. То есть, крепость Карелого, например, это точка контроля в первую очередь. Не только точка защиты, хотя и она тоже, но это точка контроля. Это контроль торговых путей, контроль огромной территории. А территория – это не только стратегический объект, но и экономический объект. Потому что, в том числе Карела, это был момент важнейший для новгородской экономики. Момент северной торговли. Потому что Север поставлял одну из твёрдых валют Средневековья. Это ценный мех пушных зверей. И, собственно, Русь, как мы знаем, с X века погрузилась в очень долгий безмонетный период. Когда монетарная масса или равнялась к нулю, или стремилась к нулю. Своей монетой мы не чеканили. Но при этом обладали таким ресурсом, как ценный мех. Этот мех продавался буквально от Новгорода до Марселя. Королевские семьи поголовно ходили в русских соболях. Это было статусно очень дорого. И, повторюсь, это была настоящая твёрдая валюта. Как, например, китайский шёлк. Так и русский мех. Мех, естественно, в основном добывали на севере. И вот крепость Карела – это было место, как бы сейчас сказали, хаб, откуда шло распределение северных мехов. И, конечно же, помимо этого, это была точка соприкосновения с весьма активной, помимо Новгорода, силой в данном регионе. Это со Швецией. И шведы в итоге данный остров и данную крепость захватили. Шведы основали здесь надолго и всерьёз. Крепость называлась Кёксгольм. То есть, говоря по-русски «Кукушкин остров». Ну, Хольм – это остров, Кёкс – это кукушка. Кукушкин остров. Тут, в самом деле, кукушек очень много. На фестивале их, правда, не бывает, потому что тут громко, они боятся. И только в 17 веке эту крепость удалось отбить. И, собственно говоря, то, что мы видим сейчас – это укрепление, уже перестроенное по 17-вековой системе. То есть, рассчитанное, в первую очередь, на пушечный бой, на огневой штурм. И, соответственно, на огневое отражение данного штурма. То есть, старой крепости тут фактически нет, только фундамент от неё и остался. Изначально, конечно, это была деревянная крепость, но вот то, что видим сейчас – это уже каменно-земляное укрепление. Есть земляной вал, возможно, набитый плотно камнями, и есть внешняя каменная обшивка. Это всегда выполнялось так, чтобы ширина, толщина стены была больше, чем высота. Ну, понятно, что если стена толще, чем выше, ей некуда упасть. То есть, даже очень серьёзный орудийный обстрел не сможет стену обвалить. Это просто невозможно по физическим соображениям. Но при этом, конечно, можно стену брешировать. При штурме это была одна из важнейших пунктов вообще – установка бреш батареи. Которая, да, пробить дырку не могла, но она взрывала, во-первых, систему огневого боя на стенах. Во-вторых, пробивала каменную обкладку, и просто в эту бреш можно было зайти. Ну, как по более-менее пологому холму. Естественно, когда мы говорим о Карелии, которая, как мы помним, стояла на острове, бреширование стены было довольно сложным и неокончательным моментом штурма. Почему? Потому что мало того, что вы сделали дырочку-то в стене, вообще-то её доплыть надо. Это большая проблема. То есть, тут невозможно заложить штурмовых траншей. Невозможно было заложить здесь штурмовые траншеи. И Карелия, как цитадель, была весьма важна. Конечно, в 16-17 веке город, который находится буквально прямо за камерой, тоже был обнесён крепостной стеной. Но при этом крепость, которая сообщалась с городом по мосту, выступала цитаделью. И мощнейшим гарантом того, что даже падение внешнего обвода стен не приведёт к утрате территории, потому что остаётся неприступная, очень сложная к штурму цитадель. От старой крепости здесь осталось, пожалуй, только то, что о ней напоминает, это башня. Башня, конечно, поздняя. Она никакого отношения к постройке 13-14 века не имеет, но она стоит там, где была старая башня, которая, как донжон западноевропейский, возвышалась над крепостью, обеспечивая, во-первых, хороший наблюдательный пункт, во-вторых, сильнейшую точку обороны, в-третьих, выступала неким символом. Потому что это высокая крепостная башня, высокий донжон виден издалека. И, как минимум, торговец, который в то время легко мог обернуться пиратам, посмотрев издалека на эту самую башенку, он бы задумался, может быть, всё-таки стоит торговать, может, не нужно изобразничать. Ну и окрестные жители, конечно, которые проживали в основном в довольно неказистых хижинах, прямо скажем, когда видели вот эту башню, которая возвышается над территорией, понимали, что кто здесь власть. То есть сила, которая может потратить такое количество средств, ресурсов, человека-часов на возведение столь мощного, долговременного укрепления, вызывало уважение, да и сейчас вызывает. Собственно, именно поэтому крепость выступала, и Карелла в том числе, выступала не только военным, экономическим объектом, но и объектом демонстрации политической силы, неким идеологическим объектом. И крепость Карелла выполняла эту функцию успешно и долго, что важно. Пожалуй, военное значение своё она утратила только в XVIII веке при Петре I, и не потому, что она бы была негодна к военным действиям XVIII века. Просто военная, политическая ситуация сложилась так, что после победы в Северной войне 1701-1721 годов Россия навсегда данную территорию из фронтира превратила в собственный глубокий тыл. Пожалуй, что-то похожее на военные действия не здесь, конечно, но в этом направлении не так далеко отсюда были предприняты во время последней русско-светской войны в XIX веке. Ну, опять же, к крепости эта история не имеет уже никакого отношения. Ну, а крепость превратилась в четвёртую важную функцию, которую крепости исполняли вообще. Это была тюрьма. Сюда ссылали на поселения разных нехороших с точки зрения властей людей, где они и пребывали. Вот так, в общем, закончилась история крепости Карелла как военного объекта. Ну, а теперь это пятая функция любой крепости такого рода. Это важнейший музей, точка археологических раскопок. Тут Анатолий Николаевич Кирпичников копал, знаменитый в том числе. Ну, и музей хороший, интересный. Посмотреть тут есть что, езди погулять. И, в общем, я всех приглашаю. Не поленитесь. Приезжайте в Приозерск, посещайте крепость. Можно вопрос? Давай. А какие известные личности были здесь, когда крепость управляла свою военную функцию? Декабристы. Все? Нет, не все части. Я не помню точно, которые. Тут как пересылка, во-первых, она работала, крепость. Во-вторых, собственно, как тюрьма. И, между прочим, мы реконструкторы, приезжающие на северо-запад, побывали, наверное, во всех знаменитых декабристских местах. Помнишь, в Выборге в казарме мы ночевали? Вот то место, где полковник, тогда еще майор Коровкин спал, и я. Это камера, где сидели декабристы. Это карцер был. Ну, это вопрос про Выборг. Тут, да, тут были декабристы, в том числе. Суда, если не ошибаюсь, некоторое количество народовольцев уже в конце 19 века отправили на отбытие. Ну, точнее, на самом деле интересно, когда смотришь старые картинки, там прямо за крепостной... Ну, и вот ровно там, где сейчас происходят бугурты, там огородики были разбиты, там люди там что-то сопали, какую-то картошку сожали, я не знаю. То есть, люди жили внутри крепости, или это арестанты? Арестанты в том числе копали, естественно. Что они там будут? Так кушать. Можно их заставить работать. Ну, и да, их заставляли работать. И, конечно, солдаты, набранные из крестьян, были просто в панике от того, что эта интеллигенция городская делает на огороде. То есть, в 19 веке арестанты были на полном самодескучении? Нет, конечно, не на полном. Но чтобы не скучали, их заставляли работать, конечно. Ну, опять же, это не столица, не Петербург, не Петропавловская крепость. Тут режим был несколько слабее. Поэтому, да, можно было там выйти, погулять. Да, ну, конечно, сбежать отсюда было очень сложно. В силу того, что куда ты побежишь? Потому что для окрестных крестьян арестанты он сразу виден, немедленно. Спрятаться среди них невозможно. Ну, а в лесу ты сам просто так, ну, да, если ты, конечно, имеешь спецподготовку, ты выживешь. А если ты из города только что всю жизнь прожил в Петербурге? Поэтому вот сидели там на островке и страдали. Да, Господи, мне-то за что. Ну, что, вопросы есть? Если есть вопросы, давайте в комментарии. На сегодня всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok